ПЕРМИ 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 Это было как для региона, так и для страны. Таких примеров достаточно у нас на сегодняшний день. 344 объекта на балансе муниципалитетов. Сколько объектов-то уже передано, Георгий? Как я понимаю, переданы в частную собственность абсолютное большинство именно ликвидных объектов, потому что процесс приватизации идет буквально с 90-х годов. То есть сейчас, по сути, на балансе муниципалитета осталось либо то, что не было востребовано коммерческими организациями, либо то, что передавалось в долгосрочную аренду. А есть ли шансы на то, что собственники вернут себе эти объекты? Если говорить о тех объектах, которые на сегодняшний день у нас... Проданы и перепроданы уже. Которые не проданы. Вот мы сейчас как раз и актуализируем тем, что не проданы. Для того, чтобы эти 344 вернуть, и это только по городу Перми. У нас есть определенные уже шаблоны, которые существуют на территории других регионов. И мы это предлагаем здесь, конечно же, реализовывать. Это мягкие формы по реализации возврата. Но, конечно же, мы еще и знаем о тех проблемах, когда уже собственников имущества было продано, и оно, конечно же, легко возврату не может быть. Это судебные, это долгосрочные проекты. И мы ими, если и будем заниматься, то это, наверное, уже в более поздний период. Хотя прецеденты тоже есть на сегодняшний день. И практики тоже положительных решений данных вопросов. Шаблоны какие? О чем идет речь? Шаблоны, что вы имеете в виду? Решение вопроса об оборате имущества собственников. Два варианта только. Если собственник муниципалитет рекомендуется инициировать отказ муниципалитетом добровольной от регистрации прав на вот эти вот объекты, если это уже какие-то частные организации, то здесь исключительно судебный способ возврата. В проявлении того, что Георгий сказал, там получается как? Что муниципалитет вносит изменения в ЕГРН, в ЕГРН, в ЕГРН, в ЕГРН. Каким образом мы рекомендуем на сегодняшний день сделать и как это в других регионах? Создается контрольно-надзорный орган, межведомственная комиссия на уровне главы субъекта, который осуществляет контроль за всеми поступающими обращениями и за решения. Нижний уровень это уже муниципальные комиссии, куда непосредственно попадают вот эти обращения и которые рассматривают на своем уровне то, как непосредственно можно ли рассмотреть данный вариант возврат или же нельзя. И уже потом это решение, которое подкрепляется решением муниципальной и МВК, оно уже рекомендуется непосредственно главе муниципалитета. И тот уже непосредственно направляет свое обращение в рост ареста для того, чтобы исключить данный объект, данное помещение из ареста муниципальной собственности. Посмотрите, на самом деле какую-то большую тревогу-то вызывают помещение, которое находится в частной собственности. Ну не знаю, транзитные коммунальные сети это тоже получается косвенно сюда можно отнести проблемы? В том числе, да, их тоже можно. Здесь есть, конечно же, эти проблемы, они более отягощены, потому что частнику прийти и сказать, а да, это мое, хотя он уже это в свое время приобрел и это решает вопрос, это гораздо сложнее. А как поступать в этой ситуации? Ну, любой, наверное, там собственник такого помещения, там где-то в подвале, в цоколе и так далее, да, он скажет, окей, ребят, но возвещайте мне рыночную стоимость. Он будет защищать интересы свои в любом случае, более того, некоторым собственникам может быть абсолютно без разницы интересы жителей, вот именно поэтому возникают проблемы с доступом к общедомовым коммуникациям, к счетчикам, возникают проблемы с переустройством, когда собственник просто закрывает глаза на то, что могут возникнуть риски, которые угрозу несут для жизни и здоровья жителей. Это я понял. А как быть-то, кто будет возмещать стоимость деньги? Вот это большой вопрос, потому что собственник, приобретая имущество в процессе приватизации, он потратил свои средства, соответственно, у него может возникнуть право в регрессном порядке возместить свои убытки с муниципалитета. Если этот процесс будет всеобъемлющим, то это колоссальная сумма. Ну, вообще здесь вот как бы мы начинаем рассматривать вопрос от простого к более сложному, то есть рассматривать какие-то простые варианты, начиная там, чтобы их реализовывать, и переходя уже к этим частным вопросам. А есть еще сложнее, это там, где объекты специального назначения, которые относятся к МЧС и так далее. Вот это уже совсем такие сложные части, которые мы вот в дальнейшем, то есть предлагаем все-таки начать с простого. Вот могу сказать, что на сегодня вот по всей стране возвращено порядка 6 тысяч объектов, которые раньше принадлежали муниципалитету. Более 12 миллиардов рублей по стоимости. Из какого объема? Общего количества, которое было на территории страны. Сложно оценить, сказать, сколько всего у нас на территории страны, потому что данные не всегда корректны, и они очень часто меняются. Но порядка 6 тысяч уже возвращено на сегодняшний день. А в мероприятии, это вот круглый стол по этим вопросам, но наверняка там были представители муниципалитета. Да, конечно. Был департамент у нас и имущественных отношений, был у нас инспекция госжилонадзора, были у нас и представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, министерства ЖКХ. Они активно, они согласны с позицией, они согласны о том, что собственников нужно восстанавливать эти права. И они готовы принимать участие в этих разработках для того, чтобы как-то улучшить ситуацию данного вопроса. Хотя не все так легко и просто. Но если даже вот мы единомоментно, я не знаю, условно, в 2021 даже году тратим средства из муниципального бюджета на выкуп 344 объектов. Речь не идет о выкупе, речь идет как раз об отказе муниципалитета. А, нет, хорошо, да, согласен, неправильно сформулировано. Более того, еще смотрите, а у нас есть еще ведь проблема с содержанием, ведь на бюджет ведь ложится еще и содержание этих 344 объектов. Это в том числе и какие-то ресурсные потоки. И по оценочным данным порядка 30-40 миллионов в миллионниках городах вот именно тратятся вот на содержание вот этого муниципального имущества. Сейчас попробую сформулировать правильно. Да, действительно, с объектами, которые на балансе муниципалитета, более или менее это все понятно. А если собственники, частники этих помещений единомоментно скажут, что, ребята, давайте нам возмещать наши потери, мы где будем брать деньги и о каких суммах может идти речь? Все равно это будет очень небыстрый процесс, потому что, как я уже сказал, возврат возможен только в судебном порядке. Это только там, где этим захотят заниматься жители, потому что никаких других лиц права больше не нарушаются, кроме самих жителей. И судебные процессы достаточно небыстро, они проходят, может быть, полгода, год, полтора, два. То есть одномоментного какого-то такого скачка не будет. Деньги где брать на это? Кто это должен этому участнику заплатить, чтобы жители дома? Кто? Или муниципалитет? Ну вот здесь вот мы рассматриваем на самом деле о том, что, конечно же, здесь муниципалитет уже эту сделку, грубо говоря, совершил. То есть уже здесь все это закончилось. И вот Георгий Правильно говорит, это только через решения судебные. И вот вопрос уже о том, кто будет размещать, но это уже на уровне суда будет решено. Как иначе? В добровольном порядке, ведь та система, которую мы предлагаем, это лишь только добровольное решение вопроса. Если это будет недобровольно, то это опять-таки суды, это различные инстанции и так далее для того, чтобы решить данный вопрос. Это долгая очень часть, и я надеюсь, что мы ее успешно преодолеем. Чем закончился этот круглый стол? Что решили-то? Значит, было проект решения. Он будет направлен на все инстанции, которые принимали участие в заседании круглого стола для внесения своих корректировок. Одно из этих решений, это по поводу того, чтобы на сегодняшний день инспектор Горжилоназор актуализировала проверку передачи иным лицам помещений. Рекомендации Пемской городской думе по поводу 47-го решения о том, что собственники не менее 100% должны проголосовать за возврат данного общедалевого имущества. Рекомендации администрации города, департаменту имущества отношений, а также по созданию, то, что я уже сказал, межведомственной комиссии и муниципальных комиссий. Ну, знаете, вот резюмер, я хочу сказать, что, наверное, самое главное, чтобы вот это вот мероприятие, прошедшее, оно не стало очередным в бесконечном списке круглых столов, и после которых, собственно, ничего не происходит. Но для этого мы и приглашали федерального эксперта, который нам поможет в этом разобраться, который как раз-таки является нашим мостом между Минстроем РФ и между регионами. Спасибо вам большое за то, что помогаете разобраться с этим непростым, но важным вопросом. Георгий Ситников в нашей студии, член Общественной палаты Пермского края, и Михаил Борисов, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Спасибо еще раз вам за отзывчивость. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.